Девушки отдыхают Я показал рисунок взрослым и спросил, страшно ли им, а они сказали, разве шляпа страшная? Тогда я нарисовал второй рисунок, на котором удар был изображен изнутри, чтобы взрослым все было понятно. Им всегда все надо объяснять. Посмотрев два моих рисунка, взрослые посоветовали мне заняться серьезным делом. На этом моя карьера художника кончилась. Я стал пилотом и жил одинокой жизнью, ни с кем не разговаривая до тех пор, пока мой самолет не совершил вынужденную посадку в пустыне и заполнение двигателя за тысячу миль от человеческого жилья. Представляете, мое удивление, когда я услышал, будьте добры, нарисуйте мне овечку. Я вскочил на ноги пораженной. Что ты тут делаешь? Будьте добры, нарисуйте мне овечку. Я сказал мальчишке довольно резко, что не умею рисовать. О, это не имеет значения. Нарисуйте мне овечку. Я нарисовал ему один из тех рисунков, которые рисовал раньше. Нет, нет. Мне не нужен удар, проглотивший слона. Нарисуй мне овечку. Нет, эта овечка какая-то больная. Нарисуй мне другую. Я сделал еще один рисунок. Неужели ты сам не видишь? Это же барану, не бурага. На этот раз мое терпение было исчерпано, и я набросал вот такой рисунок. Это ее коробка. Твоя овечка внутри. Как здорово, это именно так, как я хотел. Как вы думаете, у овечки будет достаточно травы? Там, где я живу, все такое маленькое. Смотри, она уснула. Так я познакомился с маленьким принцем. Маленький принц. Повесть Антуана Хессер и Цюпери. Мне потребовалось много времени, чтобы узнать, откуда он появился. Я узнал это со слов, которые мало-помалу сорвались с его буквы. А правда, что овцы едят маленькие кусты? Да, это правда. Значит, они и баобабы едят? На планете маленького принца были ужасные семена, семена баобабов. Они распространялись по всей планете, прорастали в нее корнями. И если планета была слишком маленькой, или баобабов было слишком много, они разрывали ее на куски. Нужно очень внимательно следить за порядком. Баобабы надо вырывать, пока они еще маленькие, когда они только начинают отличаться от обычных цветов. В этот момент я был очень занят, пытаясь отвернуть болт, который застрял в моем двигателе. Если овцы едят кустики, цветы они тоже едят? Овцы едят все, что им по вкусу. Даже такие цветы, у которых шипы? Да. Тогда зачем нужны шипы? Я очень беспокоился. У меня кончалась питьевая вода, и я начинал опасаться худшего. Зачем нужны шипы? Маленький Пинц никогда не забывал про однажды заданный вопрос. Шипы совсем не нужны. Цветы отращивают их просто так. Я не верю тебе. Цветы такие слабые создания. Они просто пытаются продать себе храбрости. Они верят, что их шипы ужасны. Неужели ты не видишь, что я очень занят серьезным делом? Серьезным делом? Ты говоришь совсем как взрослые. Цветы отращивают шипы миллионы лет. Миллионы лет овцы едят их вместе с шипами. И это по-моему не серьезное дело, понять, зачем цветы тратят столько труда, чтобы отрастить шипы, которые все равно им не нужны? Если хочешь знать, у меня он самобой есть цветок. Единственный во всем мире, который растет только на моей планете. И который какая-нибудь маленькая овца может уничтожить одним прекрасным утром, сожрав его и даже не заметив, что она сделала. По-моему, это не важно? Я обнял его и постарался утешить. Твой любимый цветок вне опасности. Я нарисую тебе твои овечки на мордник. Я нарисую тебе ограду, которую ты сможешь ставить вокруг своего цветка. Я не знал, что еще сказать ему. Мне было очень неловко за свою ошибку. Это очень большая тайна. Страна слез. Скоро я больше узнал об этом цветке. На планете маленького принца цветы всегда были очень простыми. Но однажды, из занесенного из места откуда семени, появился цветок необычный. Маленький принц внимательно смотрел за прибившимся ростком. Это могло быть новый баобап. Но росток перестал расти, и на нем завязался бутон. Цветок тщательно подбирал цвета, подгонял лепестки один к одному, и однажды утром, точно на рассвете, распутился. О, простите, пожалуйста. Мои лепестки в таком беспорядке. Вы такая красивая. Я родилась одновременно с Солнцем. Мои лепестки. Мои лепестки. Мои лепестки. Однажды, когда у нее появились шипы, она сказала маленькому принцу, пусть приходят тигры со своими когтями. На моей планете нет тигров. Я совсем не боюсь тигров, но я ужасно боюсь хвозняков. Надеюсь, у тебя найдется для меня ширма. Этот цветок очень утонченное создание. А ночью, выкрывай меня, пожалуйста, стеклянным колпаком. Здесь у тебя очень холодно. Там, где я живу, я... И она уличила себя в том, что чуть было не собрала. Она ничего не могла знать о других мирах. Она прилетела маленьким семечком. Так как насчет ширмы? Маленький принц счел ее капризной и очень опечалился. Он решил оставить ее. Я был слишком молод, чтобы понять, как любить ее. Вся моя планета пропитала с ее запахом, но я не знал, как получать удовольствие от ее красоты. Я должен был судить ее по делам, а не по словам. До утра, когда он оставлял мою планету, он привел ее в идеальный порядок. Он думал, что никогда больше не вернется. Оставь стеклянный колпак, он мне больше не нужен. Я же цветок, в конце концов. А как же двери? У меня есть шипы. Не задерживайся. Если ты решил уйти, уходи. Она не хотела, чтобы он видел ее слезы. Она была очень гордым цветком. И он покинул планету, воспользовав пускай перелетных птиц. Вскоре он оказался с округой планеты, на которой жил король. Простите, господин, могу я нанести вам визит? Я приказываю тебе нанести мне визит. Можешь задать вам вопрос? Я приказываю тебе задать мне вопрос. Чем вы правите? Всем. Я не терплю неподчинения. Я хотел бы посмотреть закат солнца. Будьте так добры. Прикажи мне солнцу сесть. Я прикажу ему... Эээ... 20 минут восьмого. Сегодня вечером. Вот и видишь, как хорошо она мне подчиняется. Понятно. Боюсь, я не могу ждать. Не уходи. Если ваше величество хочет, чтобы мы как следует подчинялись, он должен приказать мне исчезнуть через минуту. Делаю тебя своим послом. Такая властная натура. Взрослые очень странные. На второй планете жил честолюбец. Ты восхищаешься мной? Восхищаюсь вами? Да. Разве я не самый красивый, самый богатый, самый умный и лучше всех одетый человек на этой планете? Но вы единственный человек на этой планете. Все равно, будь добр. Восхищайся мной без поправок. Взрослые, действительно, очень странные. Третья планета принадлежала бизнесмену. 3, 2, 5, 5, 7, 12. Доброе утро. 3, 12, 15, доброе утро. 15, 7, 22, 22, 6, 28, 28. 5, 33, получается 511 миллионов, 622 тысячи, 733. 500 миллионов чего? Двер. А что вы делаете с 500 миллионами звезд? Ничего не делаю. Я ими владею. Как это возможно, владеть звездами? Я первый, кто об этом подумал. А это все, что для этого нужно? Конечно, если ты находишь остров, который никому не принадлежит, он твой. Если к тебе первому приходит долгую идею, ты ее потенцируешь, она твоя. Я владею звездами, потому что никто про меня об этом не подумал. Я владею цветком, который поливаю каждый день. Ну? Я владею тремя вулканами, которые чищу каждую неделю. Ну? В том, что я владею тремя вулканами, есть какой-то смысл. А что проку в том, что ты владеешь звездами? И он отправился дальше. Все-таки взрослые, необыкновенные люди. Четвертая планета была самой маленькой. На ней вмещался только уличный фонарь и фонарчик. Доброе утро. Что вы делаете? Исполняю порядок. Доброе утро. Какая у меня ужасная профессия. Раньше в ней был смысл. Я тушил фонарь утром. Добрый вечер. А вечером зажигал его снова. И что, порядок с тех пор изменился? Доброе утро. Порядок не изменился. В том-то и трагедия. Из года в год планета вращалась все быстрее и быстрее, а порядок не менялся. Теперь планета делает полный оборот за минуту. Доброе утро. Каждую минуту я должен гасить свой фонарь и зажигать его снова. Это очень смешно. День на моей планете длится всего минуту. Это совсем не смешно. Пока мы с тобой коварили, прошел целый месяц. Добрый вечер. И все-таки маленькому принцу было жаль покидать эту планету, потому что на ней можно было наблюдать 1440 закатов в день. Пятая планета была в 10 раз больше предыдущей, и на ней жил старый географ, который писал громадные книги. А, ты пришел издалека. Ты исследователь. Мы географы слишком заняты написанием книг, чтобы исследовать земли сами. Отпиши мне свою планету. Моя планета не очень интересная. И очень маленькая. У меня есть три вулкана, два активных и один потухший. Но кто знает? А, кто знает? Совершенно верно. Еще у меня есть цветок. Мы, географы, не записываем цветы. Почему? Мой цветок – самое красивое, что есть на моей планете. Мы не записываем их, потому что цветы эфемерны. Что это значит? Эфемерны. Это значит, они подвержены опасности быстрого исчезновения. Мы записываем постоянные вещи. Значит, мой цветок подвержен опасности быстрого исчезновения? Совершенно верно. Мой цветок эфемерен. У моей розы только четыре шипа, чтобы защищать себя от окружающего мира. А я оставил ее на своей планете совсем одну. Это был первый момент сожаления. И маленький принц отправился дальше, думая о своем цветке. Последней планетой, которую он посетил, была Земля. Земля оказалась необычной планетой. На ней насчитывалось 111 королей, 7000 географов, 900 тысяч бизнесменов, 311 миллионов чистолюбцев, не говоря уже о двух миллиардов взрослых. Они думали, что занимают очень большое пространство. На самом деле, если собрать их всех в одном месте, они легко могли бы поместиться на одной большой площади в 20 миль шириной и 20 миль длиной. Посетив Землю, маленький принц оказался в пустыне. И там не было ни одного взрослого. Он даже начал бояться, что попал не на ту планету. Добрый вечер. Добрый вечер. Посмотрите на мою планету. Вон она, над нами. Она так далеко. Она очень красивая. Что занесло тебя сюда? Я поссорился со своим цветком. Какой ты смешной зверь. Не больше пальца. Но могущественнее, чем палец короля. Но у тебя нет ног. Ты не можешь путешествовать. Я могу занести тебя дальше, чем любой корабль. Я могу помочь тебе когда-нибудь. Если ты слишком затостыешь по своей родной планете, я могу... Я хорошо понимаю тебя. Но почему ты говоришь загадками? Я могу разрешить их все. Потом маленький принц долго шел. Через песок, через горы, через снег. И, наконец, оказался в саду, полным цветущих роз. Доброе утро. Кто вы? Мы розы. Я думал, что владею огромным богатством, единственным в целом мире цветком. А у меня была всего лишь обычная роза. И три вулкана, которые едва доставали мне до колен. Один из которых, наверное, навсегда потух. Не очень-то я великий после этого принц. И он лег на траву и заплакал. И тут возле него появился лис. Кто ты? Ты очень красивый. Я лис. Я лис. Поиграй со мной. Я такой несчастный. Я не могу играть с тобой. Я не приручен. Что это значит, приручен? Это значит создать привязанность. Если ты приручишь меня, мы будем нужны друг другу. Для меня ты будешь единственным во всем мире. Для тебя я буду единственным во всем мире. Если ты приручишь меня, я буду узнавать тебя по звуку шагов. Они будут отличаться для меня от всех других шагов в мире. Видишь, вон то пшеничное поле вдалеке? Да? Оно для меня ничего не значит. Но у тебя волосы цвета золота. Когда ты приручишь меня, шеница, которая тоже золотая, будет запоминать меня о тебе. И я полюблю услышать, какой уколочек ветер. Пожалуйста, приручи меня. А что я должен сделать? Ты должен быть очень терпеливым. Сначала ты сядешь вдалеке от меня, вот так, на траве. Я посмотрю на тебя краешком глаза. А ты ничего не говори. Слова — источники понимания. Главное, чтобы ты подсаживался ко мне ближе каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Маленький принц приручил лиса. Но скоро ему пришло время покинуть землю. Я сейчас заплачу, но ты сам хотел, чтобы я приручил тебя. А теперь получается тебе от этого один вред. Нет, мне хорошо, потому что цвет пшеничного поля приобрел для меня новое значение. Посмотри еще раз на розы. Ты увидишь, что они совсем не такие, как твоя роза. Вы совсем как мой лис, когда я впервые познакомился с ним. Он был таким же лисом, как сотни тысяч других лис. Но я сделал его своим другом, и теперь он единственный в целом мире. Нет. Вы совсем не такие, как моя роза. Я открою тебе очень простой секрет. Только сердцем можно увидеть то, что нужно. То, что важно, недоступно для глаза. То, что важно, недоступно для глаза. Время, которое ты потратил на свою розу, сделало ее для тебя такой важной. Время, которое я потратил на свою розу, ты навсегда становишься ответственным за тех, кого приручаешь. Ты отвечаешь за свою розу. Я отвечаю за свою розу. Шел восьмой день после моей аварии в пустыне, и у меня почти закончилась вода. Ты должен держать обещание. Ты помнишь, намордник для овечки. Я быстро набросал карандашом на мордник, и когда отдавал ему рисунок, сердце мое разрывалось. Меня заполнило необъяснимое чувство печали. Мне казалось, он задумал что-то, о чем я не знаю. Я вспомнил лиса. Всегда рискуешь плакать, когда позволяешь кому-нибудь приручить себя. Когда на следующий вечер я закончил работу, то в отдалении увидел маленького принца. Он сидел на высоком камне, болтая ногами. Да, да, я должен быть там сегодня вечером. Ты уверен, что я не буду долго мучиться? Я опустил глаза и увидел одну из тех змей, чей пуст убивает за 30 секунд. Что это значит? Зачем ты разговариваешь со змеей? Он обвил руками мою шею. Я почувствовал, как его сердце бьется, как сердце умирающей птицы. Я хотел сообщить ему, что наконец-то моя работа по восстановлению двигателя была успешной, но он откуда-то уже знал про это. Я тоже возвращаюсь сегодня домой. Только это гораздо дальше. И вернуть туда гораздо труднее. Я понял, что происходит что-то необыкновенное. У меня есть твоя овечка, и коробка для овечки, и намордник. Сегодня исполнится ровно год. Моя звезда будет прямо над тем местом, где я появился на Земле год назад. Мальчик, скажи мне, что все это кошмарный сон. Твой разговор со змеей, и эта звезда... Важно то, что недоступна глазу. Да, я знаю. Это так же, как с моим цветком. Если ты любишь цветок, который живет на звезде, то очень приятно смотреть ночью на небо. Все звезды кажутся заполненными цветами. Для тебя моя звезда будет только одной из звезд. И ты будешь любить смотреть на все звезды на небе. А кроме того, я сделаю тебе подарок. Маленький принц, как я люблю твой цвет. Это и есть мой подарок. Я не понимаю. Я буду жить на одной из звезд. На одной из звезд я буду смеяться. И когда ночью ты будешь смотреть на небо, тебе будет казаться, что все звезды смеются. Только у тебя будут смеющиеся звезды. И твои друзья будут очень удивляться, когда ты будешь смеяться, глядя на небо. Они подумают, что ты сумасшедший. Ихруй, я с тобой сыграл шутку. А когда твоя печаль уляжется, ты будешь счастлив, что знал меня. Ты всегда будешь моим другом. Только сегодня, знаешь, не ходи за мной. Я тебя не оставлю. Я буду выглядеть так, как будто я страдаю. Иначе нельзя. Я не хочу, чтобы ты это видел. Я не оставлю тебя. Тот вечер, я не видел, как он ушел. Он ушел тихо, без единого звука. В конец я догнал его. Это ты. Ты напрасно пришел. Ты будешь страдать. Я буду выглядеть так, как будто я мертв. Но это неправда. Понимаешь? Это слишком далеко. Я не могу взять с собой мое тело. Оно слишком тяжелое. Но оно будет, как старая брошенная ракушка. А в брошенных ракушках нет ничего печального. Мне пора. Пусти, я пойду один. Ты помнишь мою розу? Я отвечаю за нее. Она такая слабая. У нее четыре шипа. Но чтоб не пропустить. Она не может защититься сухомычу от мира. Он немного поколебался и задержал дыхание. Он сделал один только шаг. Я не смог двинуть их место. Из-за песка не было даже звука падения. С тех пор прошло уже шесть лет. Моя печаль немного успокоилась. Я знаю, что он вернулся на свою планету, потому что на рассвете я не нашел его тело. По ночам я люблю прислушиваться к звездам. Но произошла одна необыкновенная вещь. Когда я рисовал намордник для маленького принца, я забыл добавить к нему кожаный ремешок. Он не сможет надеть намордник на свою овечку. И теперь я думаю, а что если овечка съела розу? Но потом я говорю себе, конечно, нет. Маленький принц каждый вечер накрывает свой цветок с киплянным колпаком и очень внимательно следит за овечкой. Тогда я счастлив. И за звезд мне слышится смех. Но в другой раз я говорю себе, иногда людьми обудевает рассеянность, что если однажды вечером он забудет по стеклянным колпак или овечка тихо убежит от неба ночью. И тогда смех сменяется слезами. Это великая тайна. Для вас, кто любит маленького принца и для меня, ничто во вселенной не останется по-прежнему, если где-то, неизвестно где, овечка, которую мы никогда не видели, съест или не съест розу. Посмотрите на небо, просите себя, да или нет. Съела овечка розу или не съела? И вы увидите, как все изменится. Только взрослые никогда не поймут, почему это так важно. И вы увидите, как все изменится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok